Молитва шепотом или умом? Геронда, как лучше творить молитву? Вслух, шепотом или умом? Если произносить вслух, быстро будешь уставать, поэтому твори, когда шепотом, а когда умом. Молиться умом лучше всего, но так как не все люди могут творить ее постоянно умом, полезно произносить вначале шепотом, для подготовки. Можешь начать творить молитву шепотом, потом продолжать умом, а потом опять шепотом и опять умом. Чередуй так, пока молитва не станет совершаться только умом, то есть не станет умной, как она и называется – умная молитва. Тогда человек молится умом, а сердце играет, веселится. Человек достигает божественного эроса, переживает небесные состояния. В последнее время, Геронда, каждый раз, когда я вхожу в келью, на меня находят рассеяние и хульные помыслы. Отчего это со мной происходит? Похоже, ты забыла молитву и потому искушение раскинула свой шатер у порога твоей кельи. Постарайся в свободные часы, когда ты в келье, говорить молитву шепотом, чтобы отгонять рассеяние и помыслы, которые внушает враг. Молитва шепотом очень полезна во время нападения, потому что в такие моменты необходимо внимание, чтобы спастись от вражеской фаланги. Геронда, полезно, когда на меня находят злые или хульные помыслы, бороться с ними, приводя на ум противоположные, добрые помыслы. Лучше бороться с ними молитвой, чем противоположными помыслами. Насколько можешь, беседуй умом со Христом в умной молитве и не рассуждай умом о том и о сём. Возделывай молитву, которая сначала избавит тебя от злых помыслов, а в конце сделается одно с дыханием. Где бы ни находилось, твори молитву. Геронда, на что мне больше обратить внимание? Сосредоточься, соберись, и где бы ни находилось, твори молитву умом и сердцем, испрашивая милость благого Бога себе самой, всем живым и всем усопшим. А когда устаешь от молитвы, пой громко медленным распевом «Господи помилуй» или какой-нибудь «тропарь». Геронда, я обычно творю молитву только в храме. Когда монах довольствуется тем, что творит молитву только в храме, то уподобляется мерзким, который ходит в церковь только по воскресеньям. Поэтому не ограничивайся повторением молитвы только в храме. Твори ее и на послушании, и в келье, и когда ложишься отдыхать, опять твори молитву. На послушании следи, чтобы движения твои были спокойные и разумные, чтобы тангалашка не отвлекал твой ум от молитвы. Всегда имей на устах сладчайшее имя Иисуса, чтобы услаждалась душа. Большое дело – весь день проводить с молитвой. Начинаешь день с молитвой, далее делаешь свою работу, повторяя молитву, и так освещается дело, которое делаешь, и люди, которые в нем участвуют. Когда, например, готовишь с молитвой, то освещается еда, которую делаешь, и люди, которые ее едят. Геронда, сейчас на меня постоянно находят сильные искушения. Пользуйся искушением, чтобы каждый раз прибегать ко Христу, прося Его помощи, и останешься в выгоде, приобретешь непрестанную молитву. Самодействующая молитва Геронда, скажите нам что-нибудь о самодействующей молитве. Человек, приобретший самодействующую молитву, не старается творить молитву, но без всякого с его стороны усилия, молитва сама в нем произносится. Даже во сне он творит молитву, и когда просыпается, молитва продолжается. Поэтому в Священном Писании, в Песне Песней говорится «Аз сплю, а сердце мое бдит». На Афоне был один рабочий, который много работал, работал за троих, и потому отцы платили ему двойную зарплату. Иногда он заглядывал и ко мне, в каливу честного креста. Однажды я ему сказал «Когда работаешь, твори молитву, чтобы и дело, которое делаешь, освящалось». Он послушался меня в простоте и привык творить молитву. Однажды он пришел ко мне и говорит «Я сплю и во сне говорю молитву». И когда встаю, молитва продолжается, чувствую в душе радость. «Забрежжил сладостный рассвет», – говорю ему. Мирской человек, а достиг такого состояния. Геронда, человек, имеющий самодействующую молитву, очистился от страстей? Мда, достиг хорошего состояния. Геронда, как достичь самодействующей молитвы? Когда человек осознает свою греховность и всегда имеет в уме собственную неблагодарность, тогда душа любочестно угнетается, и он смиренно просит милости Божией. И потом, без всякого с его стороны усилия, молитва начинает произноситься сама. Молитва сама в нем действует. Он ощущает это как необходимость Геронда? Не как необходимость, но уже входит в привычку. У человека вырабатывается добрая привычка непрестанной молитвы от труда, который он совершил. Внешняя привычка молитвы Геронда, может человек постоянно творить молитву шепотом. Может иметь внешнюю привычку и произносить молитву ритмично, как часы ходят тик-так, а ум его при этом не будет в Боге. Геронда, есть от этого польза. Если у человека есть немного смирения, и он понимает, что ум его не в Боге, и что молитву он творит механически, тогда небольшая польза есть. Но если считает, что от того, что творит молитву, стал духовно продвинутым, тогда получает вред. Геронда, если человек привыкнет постоянно произносить молитву, это помогает ему в его подвиге. Вопрос в том, для чего он творит молитву. Если человек познал себя и чувствует необходимость в милости Божией, и спрашивает ее постоянно, творя молитву, тогда получает пользу. Или если не познал себя, но понимает, что находится в тисках страстей и прибегает к Богу, тогда Бог поможет ему в его борьбе, и вдобавок у человека останется привычка творить молитву. Но если он произносит молитву механически, не осознавая собственных грехов, это не может помочь ему в совлечении ветхого человека. Геронда, может быть, опасно для человека стремиться приобрести привычку произносить молитву. Опасно, когда человек перестает следить за собой и занимается молитвой, как будто это мода. Он может приобрести привычку молитвы, но в нем будет продолжать жить ветхий человек, и есть опасность впадения в прелесть. Помню, когда я был в санатории, там лечился один монах, который приобрел привычку произносить молитву. Он закрывал глаза и постоянно повторял «Господи Иисусе Христе! Господи Иисусе Христе!». Одна посетительница, увидев его, стала креститься. «Вот святой человек!» И вот однажды этот монах мне сказал «Я обличил такого-то и такого-то, написал письмо такому-то владыке и такому-то, чтобы переменили образ мысли, и я буду на их стороне. «Подожди-ка, брат», — говорю я ему, — «ты неграмотный, страдаешь туберкулезом. Исходя из чего ты так говоришь?» И что он не отвечает? «Один-два человека было бы таких, как я, мир был бы спасен». Если бы у него были проблемы с головой, то вопросов бы не было, но голова у него была в порядке. Из-за того, что он принуждал себя и постоянно повторял молитву, у него выработалась привычка, и потому всякий помысел, который ему приходил, он считал от Бога. И так дошел до того, что стал верить, будто в мире больше нет другого такого человека, как он. Удерживание дыхания для сосредоточения ума Геронда, как вы произносите молитву на вдох и на выдох? Я привык произносить молитву полностью. На вдох произносил «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий», а на выдох «Помилуй мя грешного». Но после операции на легких мне не стало хватать воздуха, чтобы произносить ее целиком, и я на вдох говорил «Господи Иисусе Христе», и на выдох «Помилуй мя». Геронда, для чего нужно удерживать дыхание, когда мы произносим молитву? Удержание дыхания помогает уму сосредоточиться на молитве, как во время стрельбы по мишени удерживаешь немного дыхания, чтобы точно попасть в цель. Но это нужно делать недолго в начале и только, когда есть необходимость, то есть если ум рассеян или имеет брань помыслов, тогда имеет смысл удерживать немного дыхания. Но и то не постоянно, иначе угнетается сердце и происходит его повреждение. Некоторые склоняют голову вниз, удерживают дыхание, и сердцу, телесному органу, тем причиняют боль, приключается вред, и люди бывают вынуждены оставить молитву. Бог хочет от нас другой боли. Настоящая сердечная боль приходит от смиренного сокрушения сердца, а не от физического сдавливания сердца. Молитва требует труда. Геронда, я предпочитаю сидеть в келье и заниматься молитвой, чем ходить на послушание. Во, дожили! Что, будешь пребывать в нирване? Православное монашество не нирвана, понятно? Старец имеет в виду, что молитвенное делание требует и телесных усилий, и борьбы со страстями, и не имеет ничего общего с техникой, которой пользуются последователи восточных религий для достижения состояния искупления, так называемой нирваны. Монах – не лентяй, чтобы не работать, а сидеть и только творить молитву. Если хочет все время сидеть, тогда будет как те, кто занимаются йогой для самососредоточения. Монах, а тем более молодой, должен быть деятельным, удалым, бежать, куда зовет послушание. Геронда, поклоны мне тоже трудно делать. Отлично! Пусть так и будет. Поклоны не делай, на послушание не ходи, сиди и молись. И что это будет за преуспеяние? А в Исаак говорит, что молитва, которая делается бестелесного труда, – это выродок, а не молитва. Геронда, я не могу долго стоять на ногах, когда молюсь по четкам. Вскоре после начала встаю на колени и молюсь, стоя на коленях. Геронда, почему отцы говорят, что когда занимаешься молитвой, нужно сидеть на скамеечке? Потому что имеется в виду, что ты прочитала правила, исполнила все поклоны и так далее. Устала, села ненадолго и творишь молитву, чтобы потом и дальше могла молиться. Потом на службах и на послушании ты достаточно времени проводишь стоя, а это утомляет. Если и в келье снова будешь стоять на ногах и молиться, то изнеможешь от усталости. Поэтому садись ненадолго и твори молитву. Но отцы совсем не подразумевают того, что, чтобы творить молитву, нужно сидеть. Сидеть и молиться, если можешь стоять, мне не кажется, что это правильно. Это траля-ля, даже если тебе кажется, что ощущаешь некоторую сладость. Старец Арсений Пещерник говорил, «Когда я творю молитву стоя, чувствую сильное благоухание, когда творю молитву сидя слабое». Геронда, когда я делаю поклоны или молюсь по четкам стоя, то ум легче сосредотачивается, то есть физическое усилие помогает мне сосредоточиться. Ум направляется на дело, которым занимаешься. Как, например, когда у тебя что-то болит, ум направляется на боль, потому что боль его притягивает. Так и когда творишь поклоны, ум устремляется туда. Но опять же, если бы твой ум был полностью устремлен ко Христу, то ты бы не помнила даже, сколько поклонов сделала. Покаяние – самый верный путь к молитве. Геронда, святой Игнатий Бринчанинов говорит, что молитву надо произносить медленно и медленно творить поклоны. Каждый святой говорит о молитве так, как он сам в ней подвязался. Поэтому часто и об умной молитве есть неоднозначные мнения. Святые отцы находились в постоянном общении с Богом и могли со своим опытом богообщения молиться правильно, следуя тому образу молитвы, который им приносил наибольшую пользу. Но если я стараюсь следовать тому, что пишут отцы, как, например, преклонение головы на грудь, удержание дыхания и так далее, только для того, чтобы ощутить наслаждение, радость или по гордости, чтобы стать святым отцом, тогда не могу преуспеть. Геронда, полезны ли разные книги, которые говорят об умной молитве? Полезны тому, у кого есть смирение. Но гордым тем, кто ставит цель в такой-то промежуток времени прийти в духовную меру, стать святым отцом, они не полезны. Раз пришли ко мне в Каливу одни люди и говорят, мы пришли, чтобы ты научил нас молитве, потому что ты из тех, кто владеет умной молитвой. Вычеркните меня из вашего списка, говорю им, ничего другого я не делаю, как только прошу милости Божией. Геронда, некоторые практические приемы, о которых говорят отцы, не полезны? Все это вспомогательные средства для сосредоточения ума и помогают только если человек поставит впереди смирение, покаяние, сокрушение. Если же я возьму скамейку, склоню голову на грудь и скажу, что стану творить молитву столько раз, сколько говорит странник, и не потружусь перед тем в покаянии, тогда застряну на внешнем, и делание мое будет внешним. Старец имеет в виду книгу «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу». В лучшем случае просто приобрету внешнюю привычку произносить молитву. Но если сначала стану возделывать смирение, покаяние, и затем возьму кое-что из того, о чем пишут отцы, чтобы воспользоваться этим как вспомогательным средством, тогда получу пользу. Кто таким образом приступает к деланию молитвы, тот не может впасть в прелесть, а другой способ может привести к прелести. Геронда может человек стяжать молитву, не читая святых отцов и не следуя определенным методам? Конечно, может, если просто и со смирением творит молитву, потому что некоторые копаются в методах, и на них застревают, не продвигаясь дальше. То есть метод для них становится целью, в то время как метод есть просто вспомогательное средство. Геронда, скажите, что такое погружение в молитву? Сладостное погружение. Человек не должен приступать к молитве, имея это целью. Да, Геронда, не должен. Но что, какой подвиг должен этому предшествовать? Главное, чтобы не было корысти, чтобы было благородство, жертвенность. Самый надежный путь – это возделывать молитву благородным образом, то есть думать о великих благодеяниях Божиих и о собственной неблагодарности перед Богом. Тогда душа сама смиренно угнетается любочестием и с болью просит милости Божией. Так постоянно возрастает нужда в милости Божией. Молитва становится сердечной, постепенно приносит в душу сначала сладость божественного утешения, а потом божественную радость и веселье.